Сейчас, друзья, мы будем принимать причастие. Присядьте. Это причастие, как вы понимаете, последнее в году, если не считать, может быть, какие-то в личном плане, в семье, что вы можете делать. Но в данном случае это последнее причастие за этот год, в котором хочется вместе с вами договориться. Договориться о двух, может быть, о трех моментах. Что мы можем сейчас с вами сделать? Первое – это то, чтобы осознать ту степень милости, которая была проявлена к нам за прошедший год. И исходя из этой милости, простить всех, кто был против нас хотя бы в чем-то. Словом, делом, позицией, отношением, чувством, что бы это ни было – предательство. И такое могло иметь место. И поэтому, если что-то подобное было лично в твоей судьбе за этот год, скорее всего, было, потому что все мы окружены людьми. И сами тоже являемся людьми. И поэтому, если какая-то рана была нанесена осознанно, спланированно или, наоборот, неосознанно, у нас есть возможность сейчас со всем этим разобраться в одностороннем порядке. И вы знаете, в этом есть большая привилегия, на мой взгляд. Потому что если бы ждать, пока все люди согласятся с нашим прощением либо попросят прощения, то мы можем долго ждать. Но когда мы можем для себя принять решение и простить, и отпустить, принять милость и благодать на себя и на тех людей, которые рядом с нами были в течение этого года, то в одностороннем порядке мы можем это сделать, чтобы перейти на следующую стадию. Поэтому сейчас я хотела бы сначала вместе с вами сделать вот эту часть, потом перейти на следующий шаг и затем уже призвать Божью защиту и охрану на весь прошедший год. Поэтому давайте мы сейчас... Вы можете сидеть, можете стоять, как вам удобней. Но вот в этой молитве сейчас мы просто скажем Богу, чтобы Он показал нам конкретных людей, кого нам надо назвать, отпустить и простить. Нам надо высвободить место в своем сердце для новой меры милости, для новой меры благодати, для новой меры благоволения на этот год. И место освобождаем мы, а Бог его наполняет. И поэтому решение, когда мы его принимаем перед трапезой Нового Завета, чтобы очистить свое сердце, это решение утверждается небом. Небесный Отец, мы сейчас стоим перед тобой и, сидя в этом зале, стоим пред лицом неба. Я благодарю тебя, Дух Святой, что мы можем сейчас войти в зал суда не для того, чтобы осуждать людей, не для того, чтобы осудить самих себя, а для того, чтобы осуждать действия, на которые могла быть реакция. Реакция боли, реакция раны, реакция горечи. Вот сейчас во имя Иисуса Христа мы принимаем решение не просто осудить само действие, но простить и отпустить. Аллилуйя тебе, Господь! Каждого человека, кого ты сейчас показываешь или кого ты имеешь в виду, мы принимаем решение сделать эту амнистию в конце года, в завершении этого жизненного этапа 2019 года. Мы можем сейчас это сделать, по милости Твоей принимая ее каждый день, обновленную с утра. И мы пользовались этой милостью в этом году. Ты нас хранил, ты оберегал, ты кормил, ты питал, ты заботился, и мы благодарны Тебе за отцовскую заботу и любовь. Но сейчас Ты желаешь, чтобы мы Твой образ и подобие отразили на земле, также милосердием и благостью Твоей. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас приходим к тому источнику благодати, который у Тебя льется для каждого сердца неравнодушного. И мы сейчас желаем свое сердце видеть расширенным, для того, чтобы оттуда отпустить всех измученных, всех заточенных. Может быть, многие годы, Господь, но я благословляю сейчас Твоим решением и силой на это решение, чтобы прощать всех тех, кто когда-то сделал что-то против нас. Больно или, может быть, даже предательство, что бы это ни было, Господь, я благодарю Тебя, что все это мы отдаем Тебе на крест и прощаем людей, и объявляем прощение людям. Но мы отдаем Тебе также и врага, который провоцировал это. И говорим, разберись с ним сам, не ради нас, но ради имени Твоего. Разберись с клеветником братьев. Разберись с тем, что было поднято, как буря против. Во имя Иисуса Христа, потому что Ему Ты, Господь, даешь свои возможности, Ты высвобождаешь на Его голову. И Ты сказал, что семя жены поразит Его в голову. И мы сейчас этим прощением поражаем Его действия в наших судьбах. Этим прощением мы высвобождаем силу креста. Этим прощением мы высвобождаем силу источника благодати в наши судьбы. И я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя за это право и честь, которую Ты нам оказываешь прямо сейчас. Я благословляю сейчас каждого человека приготовиться к принятию трапезы Нового Завета. Для нас это ценно и важно. Для нас это, Господь, то, что оставлено из вечности, но еще на земле. И Ты сказал, что мы уже в небесах будем с Тобой принимать эту трапезу, но сейчас мы ее здесь принимаем как доброе воспоминание о том, что было на земле при Твоем пришествии сюда. Благодатью Твоей, Господь, пусть сейчас утвердятся эти решения, потому что мы можем принять решение, но сила, она у Тебя для этих решений. Поэтому пусть Господь приходит окончательное, утвержденное Тобой прощение, с высвобожденным местом в сердце и с убранным корнем. Боже, благословляю сейчас пройти Твоих ангелов и вырвать этот корень, вырвать корень горечи, вырвать корень отверженности, вырвать корень болезненности, тем более проклятия и разрушения, что бы это ни было, да будет оно вырвано прямо сейчас силой Твоей благодати. Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Аминь! Второе, что я хочу сделать, друзья, с вами, это не просто поблагодарить Бога за прошедший год. А вы знаете, что интересно? Я хочу поблагодарить особым образом за то, что мы не заметили, что Он сделал в нашей жизни. Потому что за что мы замечали, мы благодарили. А вот что не заметили, а что это может быть? Нас где-то Бог сохранил от беды, а мы даже не узнали. Где-то Он нас защитил от какой-то инфекции, мы тоже это не увидели. Где-то Он сохранил нашу семью, и мы это не заметили. И такого много в жизни могло иметь место в этом году также. И поэтому я хочу восполнить недостаток благодарности сейчас. Отдать Богу ту достойную хвалу за то, что Он делал за кадром. А Он точно это делал. Мы это увидим все в вечности, но сейчас пусть наша благодарность, она будет предварять новые такие возможности неба в нашей жизни. Потому что после этого мы вместе с вами произнесем 90-й псалом, уже как на перспективу, на грядущий год. Мы всегда это с вами делаем на старте года и в завершении. Поэтому сейчас мы и это совершим. Небесный Отец, я благодарна Тебе вместе с Твоим народом за каждую милость, которую Ты явил, а мы не заметили. Прости нас, Господь, за ограниченность нашего зрения, нашего видения и понимания. Но я благодарю Тебя, Господи, что Ты знаешь, что мы люди, мы человеки, находящиеся на земле, и наше зрение, оно действительно имеет ограничения. Наши глаза и уши, они могут не все видеть и слышать, но наш Дух сегодня приносит Твоим ногам благодарность за каждую милость и избавление, за каждую защиту на всех поворотах судьбы. Господь, я благодарю Тебя, потому что Ты избавлял нас от сетей, потому что Ты сохранял нас от всех намерений врага. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты делал ничтожными все его замыслы. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что мы осознанно сейчас приносим поклонение Тебе за то, что мы не заметили, за то, что мы пропустили, за то, что мы не узнали, и, может быть, здесь, на земле, и не узнаем. Но я благодарю Тебя, Господи, что Ты хранил и оберегал нас на всех путях наших. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты хранил наших родных и близких, наших детей и внуков. Я благодарю Тебя, что Ты избавлял и давал нам радость избавления. Слава Тебе за это. Тем более мы благодарим Тебя за то, что мы разумели, видели, понимали. И за это мы также благодарили Тебя в течение года. И сейчас мы приносим Тебе эту благодарность. Мы благодарим Тебя за Твою заботу. Мы благодарим Тебя за Твое отцовство. Мы поклоняемся Тебе за то, что Ты первосвященник нашего исповедания. Мы превозносим Тебя за каждое откровение полученное. Мы принимаем Твое откровение на грядущие дни. Мы принимаем доступ к хранилищам Твоим. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что сейчас на этом месте. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за искупление нас и наших родов. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты не только нас для Себя выкупил, но Ты еще и очищаешь. Поэтому пусть сейчас будет очищение каждого рода происходить. При прикосновении к трапезе Твоей пусть будет обновляться род. Пусть будет обновляться корень. Пусть будет обновляться сердце каждого. Разумение каждого, чтобы выйти на свободу там, где были ограничены территории. Господь, мы к Тебе сейчас взываем и благодарим Тебя, Бога жизни. Поклоняемся Тебя от сувечности. Превозносим Тебя над всеми обстоятельствами грядущего года. И благодарим Тебя за прошедший год. Благодарим Тебя за все этапы, которые мы смогли пройти с Тобою. Слава Тебе за это. Слава Тебе за это. Слава Тебе. И мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя вместе с ангелами, вместе с херувимами, вместе с серафимами. Мы Тебе поклоняемся. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что каждый раз, когда мы на завершении года и на старте нового, на этом рубеже, на этой стыковке читаем 90-й псалом, то мы имеем в виду, что Ты, Господь, стоишь своим авторитетом в этой песне хвалы, которую воспевал Тебя Давид. И мы сейчас присоединяем свой голос, и мы сейчас хотим это делать, потому что мы желаем утвердить это заветными отношениями над всем домом своим, над всеми близкими нашими, над всеми дорогими нам людьми. Господь, мы хотим произносить это слово, имеющее авторитет неба, имеющее власть Твоего Духа в каждом слове. Благодарю Тебя за это, Господь. И мы вместе произносим. Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь. Говорю Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасна. Щит и ограждение истины его. Не убоюсь ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке. Заразы, опустошающие в полдень. Падут подли меня тысяча и десять тысяч одесную меня, но ко мне не приблизиться. Только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказала, Господь, упование мое, Всевышнего я избрала прибежищем моим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелам своим заповедует обо мне, охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не приткнусь, а камень ногою моею. На Аспида и Василиска наступлю, попирать буду льва и дракона. За то, что я возлюбила Господа, избавит меня, защитит меня, потому что я познала имя его. Взываю к нему, и он слышит меня. Со мной он в скорби, избавляет меня и прославляет меня. Долготою дней насыщает меня и являет мне спасением своем. Дорогой Господь, мы сейчас благословляем этот хлеб. Мы благословляем сейчас Агнца, который когда-то был рожден, и Лев, и Агнец одновременно. Мы благодарим Тебя, что эту природу смиренного Духа пред Тобой и Духа Победителя над всеми обстоятельствами мы принимаем на завершении года и на старте нового. Мы благодарим Тебя за то, что Ты был верным в течение прошедших лет. Не только в течение прошедшего и уходящего года, но в течение прошедших лет. И Ты даешь понимание, что этот год был годом обновления, чтобы теперь, вступая в Новый год, мы вступали в год наполнения. Когда обновлялись мехи, когда обновлялось мышление, когда обновлялось сердце, то теперь пришло время заполняться. И я молюсь, Господи, чтобы никто не опоздал. И в эти последние дни года Ты дай этому обновлению завершиться. Боже, я прошу Тебя о народе Твоем. Я ходатайствую за Церковь Твою, как в этом городе, так по всему лицу земли. Производи свою глубинную работу, потому что Ты сказал, я создам Церковь. Это Твоя ответственность. Это Твоя прерогатива. И Ты благословил нас пониманием этого. И я благодарю Тебя за это, Господь. И мы сейчас хотим быть причастными к тому, что живое и здоровое во Вселенной. И те, которые уже Церковью первенцев оказались у Тебя, торжествующим собором, сегодня на небесах. Мы сегодня к ним приступили так же, чтобы соединиться с ними. Но мы также желаем соединиться со всеми, кто на этой земле сегодня поклоняется Тебе в духе. Кто поклоняется Тебе в истине, мы, Господь, можем их не знать. Мы можем всех не знать. Мы можем что-то перепутать, но не Ты. Поэтому соедини нас с тем, что живое и здоровое в этом городе и в этой земле. И в этой стране и за ее пределами. Господь, мы принимаем причастность к телу Христа, который готовится к выходу, к встрече с женихом. Который готовится принять жребий с освященными. Благодарю Тебя, Господь Иисус. И мы принимаем эту работу Святого Духа. И благословляем этот хлеб. И благословляем себя на принятие силы, благодати и крепости. Дух Святой, мы также благословляем все то, что в этих сосудах. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы сейчас утверждаем Твое присутствие. И все, что мы произносили, в чем приносили покаяние или благодарность, упование и ожидание, исповедание Твоего Слова, то все это имеет вес и значимость пред Твоим лицом. И пусть сейчас все эти составляющие Твоей крови примут сейчас и Слово нашего исповедания так, чтобы в нас пришла эта энергия Слова, энергия жизни, энергия прорыва. Я благодарю Тебя за это, Господь, что кровью Христа Ты пометил, когда-то выходящих из Египта. А сейчас кровью Христа пометь нас, как церковь Твою, отделенную от Вавилона, отделенную от египетских ценностей. И дай нам быть всегда отличными от всего того, что есть в этом мире, отличающимися ценностями, посвященностью, жизнью с избытком, Твоим воздаянием, Твоим прорывом и Твоим ответом. Благодарю Тебя, Господь. И мы сейчас вместе произнесем еще важное исповедание, друзья, на это хлеб и на это вино, во что мы сейчас верим. Господи, Ты бодрствуешь над Своим словом, чтобы в точности его исполнить. Ты верный в завете. И Ты сказал, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Но Ты, Господи, изменяешь времена и лета, не излагаешь царей и подставляешь царей, даешь мудрость мудрым и разумение разумным. И пообещал в своем слове, вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду направлять Тебя, око мое над Тобою. Подобно Соломону, я прошу Тебя, даруй же рабу Твоему, сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? Также даруй мне, как Ты даровал четырем отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. А также исполни меня, как веселило, Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. И я благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Поэтому вразуми меня и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Ибо руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Я раб Твой. Вразуми меня и познаю откровения Твои. Правда откровений Твоих вечно. Вразуми меня и буду жить. Да придет молитва моя при лицо Твое, Господи. По слову Твоему вразуми меня. Я хочу разуметь все, что Ты говоришь. Дай мне, Господи, разумение во всем. Как Ты ответил Даниилу, ответь и мне. С первого дня, как я расположила сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом моим. Слова мои услышаны. И Ты послал ангела своего с ответом, чтобы он пришел ко мне. Пусть всякий князь нечистого мира, который противостоит ответам неба, будет сломлен и закован в оковы железные. Все, что дал мне Отец, ко мне приходит. Боже, дай мне по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Твоим во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердце мое и в сердца всех моих родных, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы нам исполнится всею полнотой Божьей. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Аминь. Умножаем эти слова, Господь, мы утверждаем, мы утверждаем все, что мы сказали на полный результат в наших судьбах во имя Иисуса Христа. Аминь. Подходите вот с этой стороны все, так вот на свои места. Буду жить под защитой Божьей крыл, Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, но я не устрашусь, когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой Твоих крыл. Я спасен под защитой Божьи крыл Мой покой под охраною твоей Пусть летят стрелы, я не боюсь Когда я под защитой твоих крыл Субтитры создавал DimaTorzok